Из Брестского государственного профессионального лица и строителей выходят специалисты высокого класса. О таких говорят золотые руки. Здесь обучают навыкам, которые не только будут востребованы у работодателей, но в течение жизни пригодятся любому мужчине. Неудивительно, что желающих поступить сюда из года в год не становится меньше, а подавать документы приезжают со всей области. Сам я скаминца, мне 15 лет. Когда с друзьями присматривали, какие можно посмотреть профессии, куда поступить. Самое выгодное для нас было вступить в Брест строительный. Сейчас эта работа востребована, удобно здесь трехразовое питание, вообще жить. Что касается вступительной кампании, то стартовала она 15 июня, закончится она 20 августа. По состоянию на 20 августа мы будем проводить конкурс аттестатов посреди абитуриентов, которые изъявили желание обучаться по различным специальностям. На данный момент очень востребованы у нас штукатурмалер, облицовщик, плиточник, после 9 класса и сварщик, ручной дуговой сварки, газосварщик. После 11 класса там приоритет тоже идет, штукатурмалер, облицовщик, плиточник и электрогазосварщик. Сравнивая с предыдущими годами, я вам скажу, что планомерно идет. Приблизительно такие же цифры были и в 20-м, и в 19-м году. Поэтому к 20 августа, я думаю, что мы планы, все, что мы наметили, выполнили. Традиционно не испытывает проблем с набором учащихся и Брестский государственный колледж сфера обслуживания. Парикмахер, портной и закройщик, швея и мастер по маникюру – далеко не полный перечень специальностей, на которые подают документы в этом году. Колледж принимает на уровне профессионально-технического образования и на уровне среднеспециального образования. С 15 июня началась уже приемная кампания на уровень профессионально-технического образования. Продлится она по 20 августа. Принимаем мы по 4 специальностям и более чем по 7 квалификациям. На уровне среднеспециального образования прием документов начнется с 20 июля, продлится по 12 августа. Там три специальности по таким квалификациям, как техник-технолог, бухгалтер и художник-модельер. Это дневная форма обучения. Также в эти же сроки будут приниматься документы на заочную форму получения образования. Там две квалификации – бухгалтер и модельер-конструктор. Помимо получения востребованной специальности, учащихся ждут приятные бонусы. Для всех предоставляется общежитие. Без исключения все нуждаются, обеспечиваются 100% общежитие. Учащиеся, которые будут получать профессионально-техническое образование, если они поступают в группы, где обучение больше года предусмотрено, они будут обеспечиваться бесплатным одноразовым питанием. При определенных льготах также предусмотрено трехразовое питание при предоставлении определенных документов. Учащиеся, которые занимаются только один год, обучаются по квалификации, они будут получать стипендию. Будем очень рады видеть в нашем учебном заведении. В этом году значительно не изменились контрольные цифры приема. Увеличен только прием для предприятий сельскохозяйственного профиля агропромышленного. Это зоотехния и ветеринария. Для получения профессионально-технического образования утверждены контрольные цифры приема. Это 4060 человек. Для получения среднего специального образования утверждены контрольные цифры приема. Это 5258 человек. Это и за счет бюджета, и платно. За счет бюджета 3257. Остальные на условиях оплаты. 1911 человек. Это на условиях оплаты. Будут приняты в учебные заведения Брестской области. Напомним, что вступительная кампания на уровень профессионально-технического образования стартовала 15 июня. А желающих получить среднее специальное образование ждут с документами чуть позже, с 20 июля. С информацией по приему документов в разрезе специальностей можно будет ознакомиться на сайте выбранного учебного заведения.